Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня открываем очередную страницу «Чёрной книги животных» и поговорим мы о котиках. Только котики эти жили во времена, когда голые обезьяны были ещё не голыми, и зубки эти котики имели большие и длинные, прямо как сабли. Знаете, есть такое слово, которое вроде есть, но оно не очень литературное, и поэтому его как бы нет. Вот так и с нашим сегодняшним гостем то же самое. Название присутствует, а животинка отсутствует. Предвидя возмущение, скажу, в семействе кошачьих действительно было полно зубастых кисок, но ни одна из них тигром не была. Саблезубые кошки – это целое подсемейство, в которое входило множество различных видов. Разойдясь с ныне живущими кошачьими 20 млн лет назад, они распространились по всему старому и новому свету, обойдя стороной лишь полюса и перевёрнутый континент. Однако, несмотря на то, что большинство саблезубых кошек не поражали воображение своими габаритами, хотя бы потому, что они были точно меньше мамонтов, они являлись главными врагами наших далёких предков австралопитеков. Были среди них и кошачьи доисторические звёзды, например, гемотерии и смелодоны. Их-то мы и обзываем саблезубыми тиграми. Эти гиганты достигали 2,5 метра в длину и весили от 190 до 300 кг. Но заглавного у саблезубых был всё-таки наш сегодняшний гость – смелодон. Смелодоны – это вымерший род саблезубых кошек, представители которого жили от 2,5 млн до 10 тыс. лет назад, преимущественно в Северной и Южной Америке. Смелодон набирал впечатляющее 400 кг веса, и у него был короткий хвост. Перед котярой размером с медведя, вооружённый 20-сантиметровыми клыками, саблями трепетала вся мегафауна ледникового периода и даже мамонты. Ибо для того, чтобы прокормить такую большую кошачью тушку, нужно было много есть, очень много. Поэтому саблезубые тигры на мелочи не разменивались и охотились исключительно на гигантов своего времени, хотя в те времена всё было большим, и деревья тоже. А для крупной добычи оружие должно было быть соответствующим, поэтому клыки и сабли пригодились как нельзя кстати. А чтобы сделать мега-кусь мега-зубищами, большим мега-котикам приходилось в буквальном смысле этого слова рвать себе пасть. Гомотерии открывали её на 95 градусов, а смелодоны на все 120. Для сравнения, живущий у вас дома Васька открывает рот лишь на 65 градусов. Использовались зубы-сабли для того, чтобы наносить крупной добычи глубокие, колотые и рваные раны, от которых те истекали кровью. Также саблезубые кошки использовали свои зубы для одновременного перегрызания сонной артерии и трахеи у поверженной на земле добычи. В пользу этой теории говорят и очень сильные передние лапы у таких видов как смелодоны, которые были нужны для того, чтобы придавить большую добычу к земле и нанести ей точный смертельный кусь. Также есть версия, что длинные зубы служили как украшение и привлекали сородичей при брачных ритуалах, например, как грива у современных львов. Вы же знаете, зачем она нужна? Однако, каким бы большим и сильным ты и твои зубы ни были, идти на мамонта или другую большую животинку в одиночку, это самоубийство. Поэтому предполагают, что большие саблезубые кошки жили стаями или прайдами, как современные львы. Но, к сожалению, после взрыва вулкана на острове суматра. Да-да, и об этом я рассказывала в ролике про суматранского тигра и про суматранского носорога. Привычная кормовая база после этого извержения поумирала, и саблезубым кошкам стало нечего есть, и поэтому вместе с этой кормовой базой 10 000 лет назад исчезли и сами доисторические котики, ибо без еды никуда. Сейчас самой главной саблезубой киской на планете считается мой любимый дымчатый леопард, который встречает вас каждый раз в начале ролика. Его 5-сантиметровые клыки считаются самыми большими по отношению к пропорциям тела, да и пасть открывается не как у Васьки из соседнего подъезда. Поэтому ищите ролик про последнюю и не вымершую саблезубую кошку в плейлисте «Хищники» или «Кошки». Ну, а главный вопрос все равно остается открытым. Почему смелодонов все-таки прозвали тиграми? Я вам отвечу, потому что гладиолус, ибо никаких научных подтверждений полосатого окраса этих доисторических животинок попросту нет, да и генетически с тиграми саблезубые кошки тоже совсем никак не связаны. Так что саблезубых тигров не было, зато был смелодон босс среди саблезубых кошек. А как вы считаете, у смелодона были полоски, и был ли он вообще похож на современного тигра. Пишите свое мнение в комментах, а еще напишите, какую страницу черной книги животных мы откроем в следующий раз. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.